Уникальное предложение от MarathonBet Повышенный коэффициент 5 на победу Баварии над Баруси в матче за Суперкубок Германии Делайте ставки по ссылке в описании Швед Эмиль Форсберг в прошлом сезоне дебютировал в Бундеслиге и сразу стал лучшим ассистентом турнира А его РБ Лейпциг боролся за чемпионство с Баварией Так что за игроком теперь выстроилась очередь из грандов И дело не только в голевых передачах Ведь помимо них есть еще и ключевые Которые для побед часто бывают куда важнее Ведь фактически это передачи, приведшие к ударам-поворотам соперника или явным голевым моментам Так вот, по итогам прошлого сезона Форсберг и тут был одним из лучших Ну а я посчитал все ключевые передачи всех игроков из ведущих чемпионатов за последние три сезона И прямо сейчас для вас очередной эксклюзив Топ-10 лучших создателей голевых моментов в современном футболе Yeah! 10-й Марек Гамшик, создавший для партнеров по клубу за последние три года 225 голевых моментов Футболист один из немногих в сегодняшнем рейтинге, играющий не совсем в топ-клубе Уже 10 лет он верен Наполе Скоро обгонит Марадонну по голам за клуб Ну а видимо так и закончит карьеру, не завоевав никаких значимых трофеев А ведь еще несколько лет назад за игроком охотились буквально все А сам Павел Недвид признавал, что Марек гораздо талантливее его самого Ну а президент неаполитанцев каждый год отпускал из клуба любых звезд, но только не Гамшика Видимо понимал, голы голами, а вся игра команды держится именно на Словаке Марек, центральный полузащитник, иногда действует слева, при этом любит смещаться в центр Он дирижер, жесткий, уверенный, который буквально тащит команду вперед Итальянские тренеры его называют смесью Лэмпорда и Джерарда Но из-за верности Наполе реализовать сполна свой огромный талант футболист так и не смог А сейчас ему уже 30 Девятый, Давид Сильва, Манчестер Сити Высокоинтеллектуальный и супер универсальный футболист В основном предпочитает позицию центрального полузащитника или центрального атакующего Но за прошлый год с экспериментатором Гвардиолой он сыграл и слева, и справа, и даже два матча в опорной зоне В общем, просто идеал для Пеппа Сильва один из лучших в мире по работе с мячом, и он умеет классно делать абсолютно любые передачи Длинные, короткие, проникающие навесы Вокруг него строится игра команды Именно поэтому при всех тренерах в Сити, да и в сборной, он всегда был в железной основе А ведь в детстве из-за небольших габаритов игрока не верили Его не приняли в Академию Реала А после окончания школы Валентии еще два года отправляли в аренды Где, впрочем, он и доказал, что очень крут Восьмой, Эде Назар Ну куда ж без него? Благодаря крутейшему дриблингу он просто обожает протаскивать мяч через все поле А потом либо завершает сам, либо отдает под удар партнеру На поле бельгиец предпочитает играть слева, атакующего полузащитника или нападающего Хотя при конте четверть матчей провел в центре Азар очень быстрый, креативный, взрывной И по манере игры он больше всех в современном футболе похож на Месси Но пока игроку чего-то не хватает, чтобы из очень крутого стать великим Седьмой, а вот и он, Лео Возможно, лучший футболист в истории И удивительно тут, знаете что? Что забивая настолько много мячей, Месси ухитряется опасных моментов для партнеров Создавать еще больше В среднем 2-3 каждую игру Почти всегда действует справа в атаке Хотя легко может передвинуться в центр и опуститься ниже Никто в мире лучше него не может так легко проходить по несколько соперников А в последние годы опасные моменты Лео создает еще и филигранными длинными передачами Я уже говорил, что когда Иньеста уйдет на покой Возможно, Месси будет играть на его позиции И это у него получится не хуже Но пока что Лео и впереди ужасно хорош Шестой, пока еще партнер Месси по команде Неймар Обогнавший аргентинцев всего на одну ключевую передачу за 3 года Но это во многом связано с первыми сезонами бразильца в Барсе Ведь после переезда он был не совсем командным игроком И очень сильно менял свои действия на поле каждый год Отсюда возросшее в 2 раза число ключевых передач В Каталонии были уверены именно Неймар тот человек, который заменит Лео Хотя играет он слева И футболист с каждым годом все больше подтверждал эти предположения А заодно тащил команду, когда не получалось у Месси Однако нынешним летом вдруг решил, что не хочет еще как минимум пару лет находиться в тени аргентинца Поэтому почти перешел в ПСЖ И если это случится, вот совсем непонятно Сможет ли бразилийц стать лучшим в мире или остановиться в развитии? Как думаете? Пишите? Пятерку открывает Кевин Дебрёне Еще один универсал из Ман-Сити Вообще он предпочитает позиции центрального или центрального атакующего полузащитника Хотя раньше Кевин чаще действовал на фланге и смещался в центр Он обладает очень классным дальним ударом и раздает точнейшие дальние передачи Ну а еще идеально делает навесы и исполняет стандартные положения С которых партнеры нередко забивают Как итог, больше трех созданных голевых моментов в каждую игру Четвертый, вот сейчас будет главная неожиданность топа Риат Бадебус из Монфелье Алжирец всю карьеру выступал за скромные Сашо и Бастию И там его показатели были довольно средними Пусть он и признавался в 2011 лучшим игроком своей страны Но вот перейдя в Монфелье два года назад Риат сделал огромный шаг в карьере Он в два раза увеличил количество голевых передач И в два с половиной число ключевых Посмотрите на его статистику прошлого сезона Но это же топ Причем пять голов Бадебус забил ударами из-за пределов штрафной Это один из лучших показателей в Европе Играет на позиции атакующего полузащитника Классно раздает дальние передачи Часто выигрывает воздух и вообще не нервничает Риат за карьеру забил 22 пенальти из 23 В общем, один из самых недооцененных футболистов мира Этим летом им активно интересовались Эвертон и Саутгемптон Но Монфелье его пока не отпустил Впрочем, игроку 27 еще есть время показать свой талант всему миру Третий сегодня Кристиан Эриксон Тоттенхем Парень в 21 попал в АПЛ и так уверенно начал играть Что мгновенно застолбил место в основе И трижды к ряду признавался лучшим футболистом года в Дании Он очень техничный, предпочитает действовать на позиции Атакующего полузащитника справа или по центру Нереально круто исполняет стандартные положения И часто бьет издалека Харрикейн много своих голов забил именно после навесов Эриксона Датчанин в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом АПЛ И создал 116 голевых моментов И это тоже лучший показатель года в английском футболе Он супер плеймейкер и ему всего 25 Так что нет ничего удивительного, что сейчас он стоит минимум 40-50 миллионов евро И шпоры его даже не думают продавать Второй, а тут как раз проваливший прошлый сезон Но проваливший для своей очень высокой планки Миссу Тазил Он не очень любит завершать Гораздо большее удовольствие немцу приносит подготовка создания голевых моментов Это для него настоящее искусство Неудивительно, что Азил несколько лет подряд становился лучшим ассистентом сезона в мире Играет на позиции классического центрального атакующего полузащитника И предпочитает короткий пас Поэтому Арсен очень хотел купить его для Арсенала И в 2013-м сделал самым дорогим футболистом в истории канониров на тот момент Не пожалев почти 50 миллионов евро Азил классно исполняет стандарты, навесы Может протащить мяч и отдать чумовую передачу в разрез Именно поэтому Роналду очень бесился Когда Азила по непонятным причинам продали из Мадрида И первое место Именно он за последние три года создал больше всего голевых моментов для своих партнеров Почти 350 Димитрий Пайет И вот именно его историю может повторить Будебус Потому что Пайет до 28 играл во Франции и был особо никому неизвестен Пока его не купил середняк АПЛ Вестхэм Многие боялись, что футболист не подтянет уровень Англии и его максимум Лига 1 Но в Лондоне француз расцвел Он стал еще круче, а ключевые передачи стал отдавать еще чаще В итоге привел Вестхэм к лучшему результату за последние 15 лет Стал железным игроком основы сборной Франции и даже ее лидером Было сложно поверить, что настолько крутого плеймейкера Широкий футбольный мир попросту не знал все это время Димитрий предпочитает играть в полузащите слева или по центру Обожает навесы и длинные передачи Он очень техничный и нереально круто исполняет стандарты Однако оказалось, что у Пайета есть одна серьезная проблема Характер Как только у команды из Лондона начались проблемы в таблице Игрок заявил, что хочет уйти в Марсель И даже перестал посещать тренировки Насильно футболиста в клубе держать не стали и продали на родину А там, во второй половине прошлого сезона Он почти в два раза снизил показатели И кажется, скоро мы вообще перестанем слушать фамилию этого футболиста Который навсегда останется лишь яркой вспышкой в истории мирового футбола Самостоятельно затушивший неожиданно разгоревшуюся карьеру Друзья, и бонус Любит поддержать мяч, отдать короткий или проникающий пас И ударить издалека И пусть после перехода из Лока в Спартак Самедов стал заметно менее эффективен По итогам трех сезонов Его статистика в ключевых передачах даже круче, чем у Квинси Друзья, у нас изменился стиль И скоро такими же будут обложки видео Так что привыкайте потихоньку И обязательно подписывайтесь Такой обобщающий рейтинг есть только у нас Ведь на сайтах статистики публикуются данные лишь по текущему сезону Пишите, кто лучший плеймейтер мира по вашему мнению Заходите в нашу группу в соцсетях и мой инстаграм, обязательно Прошлый крутейший топ про лучшие прощальные матчи легендарных футболистов смотрите здесь А новую фан-зону про худший фейл в истории футбола увидите вот тут Александр Журавлев о Спорте ТВ Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok